Спорт, который учит держать удар на ринге и в жизни. В Кирове завершились соревнования для настоящих мужчин. По дворце единоборств прошли первенство и чемпионат области по кикбоксингу. На этом турнире специалисты определяли, кто достоин представлять наш регион на Кубке России. И кулаками махать талант нужен. Уже сейчас тренеры считают Данила Хлопова одаренным бойцом. Вот он в синей форме. На этом областном первенстве по кикбоксингу Данил был младше остальных юных участников на год, а некоторых и на два. Что не помешало восьмилетнему кикбоксеру стать победителем. Папа так решил, чтобы я занимался кикбоксингом. Мне эта секция нравится. Папа Николай Хлопов рискнул отдать Данила в секцию кикбоксинга в возрасте четырех лет. Теперь самый преданный болельщик всегда приходит поддержать сына на соревнования. И повода для огорчений у отца еще ни разу не было. Сын стал здоровее, дисциплинированнее. В общем, меняется на глазах. И все в лучшую сторону. Двигаться по-другому начали. Уже движения не те. Буквально год от соревнований были год назад. Вообще разница очень большая. За год много научился. Будем ждать побед новых. Новых побед ждут родители и взрослых бойцов. Здесь, во дворце единоборств, параллельно проводился и чемпионат области. На ринге за победу бились опытные и титулованные спортсмены. Абубакр Раджабов, он в красном, один из них. Его, кстати, в единоборство привела мама. Но на бои сына она не приходит. Предпочитает узнавать о них постфактум, признался Абубакр. Кстати, его профильный вид спорта – ушу саньда. Но и на соревнованиях по хикбоксингу боец не растерялся и стал здесь чемпионом области. Социальный статус повышается в обществе. Люди тебя признают, все тебя знают. Особенно в моем городе. Город маленький. Есть уважение ко мне за счет того, что я хорошо выступаю по единоборству. Абубакр Раджабов из Налинска. И команда его одноклубников здесь в общем зачете. На региональном чемпионате показала лучший результат. Среди младших бойцов на первенстве области лидировали воспитанники Кировского клуба «Каскад». Эдуард Пневжанин, Алексей Юхерев, Бюро новостей, Давича.